Мы рассмотрели и проназировали выполнение требований охраны труда и технических запасов на предприятиях. Что отрадно отметить, в этом году отмечается положительный рост работы в этом направлении. У нас нет роста смертей на производстве и нет роста тяжелых травм на производстве. Что говорит о том, что планово руководители предприятия выполняют те требования о мерах безопасности в производственном и промышленном процессе. Также затрагивались вопросы обеспечения безопасности в сфере пожароопасности. И отмечается у нас рост пожаров и рост гибели на пожарах. Для этого в этом году проведены беспрецедентные меры. На данный момент уже обследовано 95% жилого фонда, категорируемого спичным отоплением. Смотровые комиссии работают и в выходные дни, понимая ответственность за жизнь и здоровье граждан, внимание которым надо уделить на должном уровне. Работают представители ЖЭСа, представители сельских советов, представители власти на местах. Все субъекты профилактики в этом направлении ведут серьезную активную работу. Поэтому я думаю, надеюсь, этот вопрос в плане пожарной безопасности будет четко определен и будет иметь достойные хорошие результаты. Также отмечались вопросы работы управления внутренних дел Литского райисполкома по вопросам борьбы с пьянством, самогоноварением, что имеет значительные хорошие позитивные результаты. У нас в районе уменьшено количество тяжких преступлений, увеличена раскрываемость тяжелых преступлений и грабежей, что говорит о хорошей тенденции и слаженной работе органов внутренних дел. Также мы рассмотрели вопросы, которые касались дорожного травматизма и детского дорожного травматизма. В этом году увеличен рост детского дорожного травматизма, поэтому усилены меры по информации родительской общественности. В учреждениях образования проведены дополнительные мероприятия и сотрудниками ГАИ, и сотрудниками учреждений и управления образованием проводятся усиленные меры по решению данного вопроса. Также в выступлениях гостей сегодня было отмечено то, что исполнительная власть в тренде, работая и понимая, насколько важны органы МЧС, занимается дополнительным снабжением и обеспечением современной качественной техникой наших оперативных отрядов МЧС, которые оказывают оперативную помощь в лесах, в нестандартной ситуации. В связи с этим был куплен квадроцикл, который помогает нашим сотрудникам МЧС добираться до мест спасения людей. Также планируется закупка современного технического оборудования, который поможет нашим спасателям находить людей в местах, недоступных и в лесах. Уделяется конкретное внимание одинокопроживающим и престарелым людям. Есть такие возможности, чтобы эти люди могли спокойно провести зимний период в условиях домов, временного пребывания, в условиях, скажем так, стационаров. Все условия для этого у нас созданы. Такая работа ведется целенаправленно. Также прорабатывался вопрос энергобезопасности и промышленной безопасности, на что было тоже уделено достаточное внимание по своевременному отключению и ремонту линий электропередач в экстренных ситуациях и приваренных вопросах, чтобы минимизировать время отключения электрической энергии как на объектах промышленности, так и на объектах жилого сектора. Сегодня была пронизирована работа учреждения здравоохранения нашего района в планах сбережения здоровья населения нашего региона. Были отмечены слаженные работы наших медиков в борьбе с инфекцией COVID-19. Также была отмечена конкретная деятельность специалистов психоневрологических служб по сохранению психического здоровья наших людей. Достаточно внимания было сегодня удивлено вопросам, которые касаются и борьбы с информационной составляющей, с тем, что мы столкнулись после августа 2020 года. Чтобы сохранить наши трудовые коллективы, мы оценили, что прежде всего самое главное в сохранении общественной дисциплины безопасности – это борьба с негативной информацией и сбросами тех средств массовой информации из-за рубежа, которые влияют и которые хотят одного для того, чтобы расшатать наши трудовые коллективы. И именно вот в этот послевыборный период мы спланировали, сплотили нашу работу таким образом, что самое главное – это, конечно, трудовые коллективы, сохранить стабильность потенциала трудового коллектива, бороться с вбросами извне. И это, наверное, самое главное, что было сделано исконтрированной работой исполнительной власти Литинского исполкома в конце 2020 и весь период 2021 года.